РЖД Добрый вечер, действительно уже разработана специальная концепция, она состоит из четырех частей, планируют построить три варианта новых железных дорог, вот у меня здесь записаны ветки Москва-Петербург, ветки Петербург-Москва-Нижний Новгород-Казань и последняя, которая будет продлена до Екатеринбурга. Кроме того, будет организовано сверхстрастное сообщение между аэропортами, куда должны прилететь несколько сотен, прошу прощения, несколько сотен тысяч болельщиков с городами, где будут проходить матчи. Ну, всего планируют закупить 100 поездов Дезира, которые выпускает компания Сименс, и это помимо тех 54 аэроэкспрессов, которые появятся в России к 2014 году. Ну, 830 миллиардов рублей это только на организацию, и цифра эта, в общем-то, неудивительная, если учесть, что на железной дороге российские власти никогда не скупились, нежели не только денег, но и людей. Взять, к примеру, самую первую железную дорогу, которая вела из Санкт-Петербурга в Царское село и Павловск, 1800 крестьян и 1400 солдат прокладывали пути больше года, и к осени 37-го, 1837 года появилась шестая в мире железная дорога. Стоило удовольствие это больше полутора миллионов рублей по тем временам, и многие остались очень довольны. Один меморист уже через год писал о поездках, которые идут с блистательным превзошедшим всяческой надеждой расчета успехом. Я процитирую. Его слава, только малое число трусливых староверов предпочитает еще тихую езду по пыльному шоссе, хоть тише да безопаснее, говорят они. Ну, гораздо дороже Царскосельской железной дороги стоила Транссибирская магистраль, потребовалось почти полтора миллиарда рублей и 17 лет работы. Чтобы проложить Великий Сибирский путь, так еще называли эту дорогу, из Москвы на Дальний Восток. Успели они довольно вовремя, через год после окончания работ началась революция, и неизвестно ли, успели бы еще закончить стройку потопа. Транссиб – самая длинная железная дорога на планете, ее длина 9288,2 километра. Чуть севернее, гораздо позже, появилась еще одна важнейшая магистраль – Байкало-Амурская. Стройка века, так называли БАМ, и такая же надпись украшала появившаяся уже позже в 70-е годы медаль. Строить дорогу решили в 32-м году, но возникла проблема, не хватало рабочих рук, проблему решили. В том же 32-м появился БАМ-ЛАК, Байкало-Амурский, исправительный трудовой лагерь, и строительством дороги занимались, как всем известно, заключенные. БАМ – самый дорогой проект в истории СССР в ценах уже 1991 года. Это было 18 миллиардов рублей, дорогой, да, но приносящий только убытки. Еще в начале нулевых Егор Гайдар оценивал БАМ так, я процитирую. Проект дорогой, масштабный, романтический, красивые места Сибирь, подкрепленный всей мощью советской пропаганды, экономически абсолютно бессмысленный. Дороги умели строить, да, это не производить конкурентоспособную продукцию или хорошие товары народного потребления. Так что, ну вот, посмотрим, какие дороги построят на этот раз. Спасибо, Аня. Анна Красильщик о железнодорожных стройках века.